Привет, ребята! С наступлением холодов мы все особенно нуждаемся в чем-то очень согревающем и праздничном. Так что сегодня мы будем готовить клинтвейн. Я предпочитаю при изготовлении использовать сухое вино, но не забывайте о том, что можно использовать виноградный сок, и тогда ваш напиток будет безалкогольным. Садитесь поудобнее и приступаем! Нам понадобится 2 палочки корицы, гвоздика, кардамон, изюм, имбирь, цедра горького апельсина, но это не обязательно. Объем специи определяется вашим вкусом, единственное, лучше не использовать молотые специи, так как напиток будет мутным. 1 апельсин, 1 душистое яблоко, лимон, несколько столовых ложек тростникового сахара, который можно заменить на мед, вода, сухое вино, например, бордо или кьянти. Сначала в ход идут специи, для этого мы выливаем нашу воду в кастрюлю и ставим ее на огонь. Все специи поочередно добавляются в кастрюлю, имбы предварительно необходимо порезать. Получившаяся смесь остается на огне и доводится до кипения. Когда мы доведем до кипения получившуюся смесь, выключаем огонь и оставляем ее еще на 10 минут под крышкой, для того, чтобы она настоялась. Пока наш отвар настаивается, мы переходим к фруктам. Режем 1 апельсин. Я предпочитаю делать это кубиками. То же самое проделываем с яблоком. Можно добавить несколько долек лимона, но мы решили обойтись только цедрой. Все фрукты добавляем к уже настоявшейся смеси. После чего наступает очередь сахара или меда. Все тщательно перемешиваем и переходим к последнему ингредиенту. Вино. Или виноградный сок. Кому что. Добавляем вино в кастрюлю и начинаем разогревать. Запах стоит такой невероятный, что даже самые маленькие подтягиваются на кухню. Очень важно не дать клинтвейну закипеть, поэтому придерживайте температуру на уровне 60-70 градусов. Получившийся напиток необходимо процедить и тут же подавать к столу, так как клинтвейн не терпит повторного разогрева. Можно подавать с парой долек апельсина и звездочкой аниса. Приятного аппетита и увидимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!